Доброго вечера, мы из Грузии. Я сейчас нахожусь в эпицентре митинга уже второй день. На проспекте Руставели проходит масштабнейший митинг. Поверьте, сейчас я постараюсь показать вам картинку, поменять, и вы сами все увидите, что происходит на самом деле. Поток не прекращается. Поток не прекращается. Практически вся площадь у парламента, там даже, ну, можно сказать, негде упасть яблоку. Это говорит о том, что все-таки терпение грузинского народа, оно просто героям слава. Вот прохожие скандируют славу Украине. Скорее всего, что люди устали от этого режима. Они прекрасно понимают, что все это время, все эти годы нас водили за нос. Но, простите меня, пожалуйста, это не про грузин. С грузинским народом и с грузинской молодежью так поступать нельзя. Сегодня также приехало огромное количество со всего региона, со всех районов Грузии. И поэтому оппозиция, они анонсируют продолжать митинги, то есть грузинский народ не собирается отступать назад. Как я не раз говорила о том, что задним это, пожалуйста, ксимоньян. Но не к грузинам и тем более не к украинцам. Нана, а вот подскажите нам, для того, чтобы мы лучше чуть поняли контекст. Вот это принятие закона об иностранных агентах, парламентах, где большинство у правящей партии грузинская мечта. Почему так резко вообще сполошились эти депутаты, для того, чтобы принимать этот закон сейчас в какие-то ультраскоростные порядки, в каком-то ультраскоростном режиме? То есть для чего это надо, куда они торопятся вообще? Ну, это понятно, что это нарратив Кремля, который спешит побыстрее сделать из грузинского народа иноагентами. Ну, вы можете себе представить, люди, которые живут в своей стране, и они становятся иноагентами. Но это неприемлемо. В цивилизованном мире никто это не поддержит. Да-да-да, Нана, я как раз понимаю, мы, люди из России, прекрасно понимаем, как можно пытаться из оппозиции делать изгоев и так далее. Но почему они, не знаю, месяц назад не делали, год назад? То есть почему сейчас такая спешка у них? Куда они стремятся? Вы знаете, а я думаю, что они считали, что у них пройдет очередная их задумка. На самом деле, вы же прекрасно понимаете, что все эти годы, 12 лет мы терпели, мы догадывались. Но на фактах практически никто, как говорится, за руку никто не ловил. И, как сказать, вы знаете, вот не то, что благодаря Украине, а той ситуации, которая сегодня в Украине, правящая партия действительно показала, что им нужно, кого они поддерживают, с кем они хотят дружить и так далее. И я еще раз повторюсь, что грузинскому народу, грузинский народ никогда не примет это, потому что когда 20% земли оккупировано Российской Федерацией, и правительство говорит о том, что они наши друзья. Ну, вы меня простите, господа, так не бывает. Хочется еще у вас спросить, Нана, и вот мы показывали сейчас кадры вчерашнего дня, когда были и гранаты светошумовые, и был следоточивый газ. Давайте чуть-чуть, можете на себя перевести? Давайте, я вас немножко увижу. Да, хочется понять, я вижу людей, которые идут, я узнаю про спектр Руставели, я там был. Хочется понять, как сегодня действительно полиция реагирует, и были какие-то столкновения, или все проходит гораздо спокойнее, чем вчера, и почему, если так? Вы знаете, к огромному счастью, что, ну, пока все спокойно. Я думаю, что так и продолжится, и закончится этот митинг. В принципе, если сказать о вчерашнем дне, никто и не собирался творить революцию, врываться в парламент и так далее. Это была обыкновенная мирная акция, и действительно, когда вчера они подтвердили вот этот ужаснейший российский закон, ну, тут уже, конечно, народ сполошился. Это, я могу сказать, что это их страх. Потому что они прекрасно понимают, что когда выходят на митинг молодежь и студенты, об этом можно просто уже, ну, как бы ни о чем уже не говорить. Нана, у меня последний для вас будет уточняющий вопрос такой. Вчера люди, ну, несмотря на жесточайшее противостояние, люди разошлись там где-то около часу ночи, да, они отошли от парламента. А как вы думаете, ну... Нет, я прошу прощения, это было 5 утра. Это было 5 утра. Хорошо, я видел просто фотографии в час ночи, но, видимо, какие-то люди еще оставались. Хорошо. Как вы думаете, насколько велика вероятность появления, ну, вот вы сказали о событиях в Украине, Майдан, то есть палаточный лагерь перед зданием парламента, он возможен, если вот события с принятием закона, следующее, второе, третье, чтение, продавливание вета президентского, возможно ли палаточный лагерь перед парламентом и такое развитие событий? Вы знаете, конечно, все возможно, но исходя из того, что какое заявление вчера сделал президент Грузии с Соломи Зарабешили, находясь в Америке, это дает огромную поддержку того, что, наконец-то, мы будем двигаться в правильном направлении. И гарантом этого всего становится президент Грузии. И хочется у вас уточнить, как вы думаете, надолго ли хватит этого протеста, долго ли люди смогут выходить, потому что, по моему опыту, действительно, вот там в Хабаровске, в Минске казалось, что люди будут выходить до тех пор, пока не добьются своего, но потом они в дальнейшем расходились. А вот в Украине, где я не был, там, наоборот, люди действительно поставили цель свергнуть и все больше и больше их становилось. И Янукович в итоге ушел. Как вы думаете, есть ли перспективы, какой опыт действительно у грузин, способны ли они на бесконечный какой-то протест, пока не добьются своего результата? Ну, я скажу однозначно, что грузинский народ будет стоять до последнего. До тех пор, я даже больше вам скажу, по сути, уже, как правило, этот закон даже уже не интересует их, потому что здесь пошли, как бы, другие амбиции и другие требования. Я сама воочию вижу, что действительно народ устал от того, что происходит в стране. И поэтому, конечно же, мы будем стоять до последнего конца. Спасибо большое. Нана Ниберидзе была у нас в эфире. Огромное вам спасибо за такое блестящее включение. Будем надеяться, еще с вами встретимся. Вот напоследок видим, там еще даже огни люди несут, да, там что-то зажигают сзади вас. Да, 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 очень, очень много людей, очень много людей. Весь проспект Руставели, вы, как сказали, вы были, знаете, практически от метро Руставели до следующего метро, до Площади Свободы, огромное количество людей. И я хочу подчеркнуть, почему мирная акция. Люди приходят с домашними питомцами, с детьми, кто-то на велосипедах, кто-то на скейтбордах и так далее. То есть это действительно, можно сказать, праздник того, что мы героем слава. Вот, ну, я иду по улице, потому что на мне, вот, украинский флаг. Да, да, да. А мы думаем, как вас так узнают, да, как, почему на вас так реагируют. Да, ну, конечно, вот, украинский флаг. Главная загадка включения решилась в самом конце. Спасибо большое. Нана Ниберидзе. Конечно, это была интрига. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Путиным. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok